А у нас на связи Анатолий Сидоров. Только по телефону вживую мы его не увидим. Корреспондент отдела спецпроекта. Но тем очень интересно, что речку Кузьминку в Кузьминском парке превратили в помойку. Итак, Анатолий. Добрый вечер, ребята. К сожалению, как тут не работает. Наверное, мужики в кафе отключили. Мы с Михаилом Савкиным стоим на берегу этой речки. Только что куча обормотов босиком протопала по ее дну. Выскочили оттуда все ноги по колено в бетоне. Но обормоты, они и есть обормоты. Вот посмотрите наш ролик, который мы с Михаилом Савкиным. Да, поглядите. Ну, послушаем. Давайте посмотрим ролик. Москва, как говорят некоторые специалисты, Могла бы быть новой Венеции. Или своеобразной Венецией, не уступающей той, куда мы возим свои запасенные за год евро, чтобы отпуск оставить там. И если эти реки привести, очистить и довести до ума, украсить их набережными, водостоками, то красота здесь, даже вы увидите, красота здесь необыкновенная, особенно летом. К сожалению, вот если показать камерой, вот я вижу ржавое ведро. И хотя здесь стайками ходит всякая рыбка, как говорят ученые-экологи, рыбкой этой питаться крайне опасно. Здесь огромное число осаждений на дне бетонита, строительного материала. Слово говоря, около 20% московских лечек загрязнены такими подобными материалами. Вот, посмотрите на мою руку. Не стоило только докоснуться до дна реки, и вот, пожалуйста, какой от нее остался налет бетонита. Это самое может произойти с купающимся человеком. Стоило нам только едва отойти буквально 100 метров вдоль русла, мы нашли еще одно злачное место, надвившееся мусором. Вот сколько здесь бумажек, пакетов из-под сока, пластмассы, которые, в принципе, не разлагаются. Огромное количество злачных мест можно здесь найти еще, пройдя дальше. Вот буквально отошли еще 5 метров, и вот, скажем, такая пикниковая зона. В таком месте я бы с шашлыком не согласился есть ни в коем разе. Вот мы дошли до конечной точки нашего путешествия. Это коллектор дождевой канализации. Один из стоков, которые дополняют эту речку водами. Можно увидеть, что здесь вода довольно мутная и с каким-то даже бензиновым оттенком. Мы подсчитали в своих исследованиях, что как минимум 5 стоков в этот коллектор имеют с автомоек. Поэтому это объясняет, почему вода здесь такая светлая и довольно мыльная. Что касаясь таких стоков, на Панамарке их всего 4. Но и они довольно сильно загрязняют реку, что делает ее экологическое состояние довольно плачевным. Как с этим бороться и что с этим делать? Но, пожалуй, все возвращается к тому ключу, что каждый человек должен быть бдительным. Таким образом, если мы сплотимся и будем все вместе работать над этой ситуацией, реки станут довольно чище. Ну что ж, будем надеяться. Анатолий, вы слышите нас? Алло. Алло, Анатолий? Да, 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 ребят, я вас слушаю. Ну, мы вас слушаем. На самом деле все это выглядит безнадежно. Как вы думаете, с этим можно что-то сделать? Вы знаете, это не выглядит безнадежно. Вот мы с Михаилом и в прошлый раз обсуждали. Сейчас дело в том, что не надо вот эти вот заботы о малых реках Москвы сваливать на правительство Москвы. Если мы, москвичи, прекратим гадить у них и бросать им мусор и все прочее, речки уже станут тище. То есть уже это дело частично исправимо. Другое дело, я бы, например, предложил вот каждой речке, вот Михаил говорит, что тут их больше двухсот на территории Москвы. А мы берем же тигров под опеку в зоопарке. Почему не взять какой-то компании, какому-то коллективу, взять речку под свою опеку, чистить, обихаживать, убирать? Ну, в этом нет ничего печального. Печально то, что мы за это не беремся. Ну, подождите, я согласен, конечно... Я считаю, что вот эта вот книга, которую Вечерка выпускает, я думаю, она будет своим, так сказать, немаленьким рычажком полезным для того, чтобы подвигнуть это дело, дело спонсорства и обихаживания за реками. Анатолий? Я думаю, что и Михаил Садкин со мной согласится по этому поводу. Я ему сейчас вот трубочку передам, а вы с ним поговорите. Хорошо, давайте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Ну, смотрите, хорошая идея о том, чтобы взять, ну, как сказать, под опеку речку, но кто будет бороться с автомойками, которые просто элементарно грязную мыльную воду сливают в дождевую канализацию и потом все это попадает в реку? Это уже не дело ведь граждан? Граждане могут только, может быть, жаловаться? Куда жаловаться-то на это? Понимаете, дело в том, что я хочу начать с того, что все-таки процесс-то уже идет борьбы с незаконными сливами в реке. Занимается он с водосток, при том довольно активно, но, понимаете, дело в том, что у него нет столько власти, столько рычажков для того, чтобы пресекать такие действия. И я убежден, что наша вот помощь непосредственно и даже участие вечерки может создать принципиально такую картину, где эти стоки есть и в дальнейшем уже действовать совместно с правительством города и, как говорится, закрывать или наказывать вот таким страшным рублем вот такие вот, ну, как пьет или автомойки. Ну, мы вас поддержим в этом благородном начинании. Большое спасибо, Анатолий Сидоров, корреспондент отдела спецпроекта.